20-е годы прошлого века ознаменовались огромным количеством людей, которые совершали невероятные поступки для того, что подтвердилась новая советская власть. Одним из таких людей был Глеб Леонтьевич Травин, которого за глаза называли «человеком с железным оленем». В начале 20-х годов в его голове возник план объехать на велосипеде весь Советский Союз, тем самым утвердив и молодое государство, и свою активную гражданскую позицию. Он несколько месяцев ждал свой заказ, потому что выбрал для путешествия надежную американскую модель. И когда приехал этот красавец-велосипед, все ахнули. Красный, с нарисованными стрелками, со специальными сумками для багажа. Глеб Леонтьевич Травин проедет на нем много тысяч километров за три года. Он отправится в путешествие, имея минимальный набор одежды, имея продукты, шоколад, галеты и, конечно же, фотоаппарат. Он будет делать редкие фотографии, потому что у него не будет возможности наслаждаться видами природы. Ему придется бороться с суровым климатом с севера и с теми трудностями, которые он встретит в пути. Когда читаешь перечень городов, в которых побывал Глеб Леонтьевич, то удивляешься. И особенно приятно, когда находишь там, к примеру, Мариуполь, где также ему в паспорт путешественника была поставлена отметка. После Мариуполя он проехал по территории Украинской ССР, заехал в Крым и в Крыму пробыл долгих два месяца. Он боялся, чтобы не расслабиться перед остальной частью пути и все-таки дойти свой путь путешественника до конца. Потом он вновь проехал по территории Украинской ССР и уехал дальше, на север, потому что именно покорение севера будоражило его ум. Те, кто вспоминал о нем, говорили как о человеке с бронзовым загаром, мускулистым, очень таким вот необычным, но целеустремленным. И он совершил это удивительное путешествие. И, наверное, сегодня многие велосипедисты, а велосипедный транспорт очень популярен, вспоминают о том подвиге Глеба Леонтьевича Травина, человека с железным оленем. Глеба Леонтьевича Травина